Привет, мои любимейшие ароматные дырочки. С вами снова я, Квасин. Сегодня у нас будет с вами актуальная тема. Это травяные ароматы на лето. Лучшая трава, белина, вот эти вот все дела, которые вас охладят, обескуражат и немножко введут в курс дела. Ну, то есть, все нуждаются в траве летом, да, особенно я. Поэтому некоторыми я уже активно поливаюсь, ну, собственно, советую вам. Такие ароматы с нотой травы. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram-канал «Парфюмерная сука». У нас там огромное классное парфюмерное сообщество. Мы не только там о парфюмках говорим, но и шутим шутки про говно. Поэтому подписывайтесь. Вот, для особенных фанатов есть Boosty, где сохраненная трансляция, эксклюзивные видео. Вы меня часто задаете тупой вопрос, как ты похудела? Я говорю очень просто. Ну, и записал на Boosty эксклюзивное видео на целый час со всеми подробностями и т.д. Поэтому, бустерши мои рады, довольны. Присоединяйтесь и вы. Вот. У нас там уже 50 человек. Вот. Подписчиков. Вот. Поэтому подписывайтесь. Кто мои фанаты, если такие имеются. Ну, я, кстати, знаете, тоже удивился. Там еще и влоги выходят, которые на самом канале нет. Типа, ну, блядь, ну, кому интересно смотреть, что я делаю. Оказывается, интересно. Прикиньте. Если вам тоже интересно, оформляйтесь. Вот. Ну, и это. Все ссылки на ароматы вы найдете в описании. Вот промокодик мой 10квасен. Пользуйте на рандеву. Берите мой аромабоксик. Ароматы с соэффектом. Вот. И дело будет в шляпе. Боже, ну, как я удивляюсь. Как я хорошо настроил баланс белого. Прям цвета передаются прям как есть в жизни. Я в шоке. Как у меня это получилось. Просто подставил белый лист и настроил баланс белого. Но я до сих пор в шоке вообще. Как все правильно отображается по цветам. Вот. Мне тут даже колечко сберет. Даже береза правильно отображается. Представляете? Может, мне и это колечко надеть? Как думается. Ну, короче, сегодня я в таком вот наборчике. Такие вот колечки у меня. Вот. Скромные. С самоцветами. Ну, а мы, собственно, давайте начинать. Офигеннейший травяной аромат. Флорайку. Это I See The Cloud Go Buy. Моя хорошая. Боже, ну, как хорошо цвета отображаются. Я в шоке. Ну, вот он прям такого же цвета. Этот флорайку. Девочки, как так? Ну, вот это сила магнитуды. Короче, мои хорошие. Боже, какой он классный. Девочки. Этот флорайку. За него можно душу отдать. Это такая трава. Это озонистое блаженство. Он... Это просто, знаете, брызги вот этой вот прям ледяной травы. И вот, знаете, вот вы прям на поляне. Скошенная трава здесь. И вы такие лежите. И реле вот смотрите на голубые вот эти вот облака. И ветер. Очень классный. Очень зеленый. Очень освежающий. Здесь прям апофеоз травяной. Девочки. Он прям, знаете, освежит летом любую жаркую сучку. Вот. Причем старт у него такой лимонный. Такой вот, знаете, тоже брызги лимона. Кислятинский аромат. Такой лимонный. Ледяной. Без цедры. И вот прям кайф. А, и ноты чая здесь еще есть. То есть, ну, практически вся линейка флорайку, она такая плюс-минус чайная. В базе там есть чаи. Вот. И тут тоже, вы знаете, как балдежные. Ну, вот основная нота здесь трава. Прям травяное настроение. А стартуют таким лимонным чаем. Очень кислым таким вот. Травяное просто наслаждение. Девочки, пробуйте. Очень хороший. Прям действительно, как будто вы лежите на вот этой вот зеленой кислотной поляне. Там скушенная трава. И прям пахнет этой травой. И ветер холодный. В жару вы лежите. Смотрите на вот эти вот облака. Кайф. Прям очень живописный аромат, знаете. Прям переносит действительно в какие-то такие вот морфемки. Поэтому пробуйте. Очень хорошие, девочки. Дальше. Орманд Джейн Орманд Вумен. Вообще, знаете, он у меня до какого-то времени был уходовым ароматом. Но этим летом я услышал здесь отчетливую траву. И офигел. А потом пошел в пирамиду. И действительно здесь есть трава. Это уже такая, знаете, более интересная история. Более какая-то лесная и смолистая. С наличием травы. То есть, знаете, этот аромат теплый. Он какой-то такой даже немножко согревающий. Тут есть такие вот уходово-кремовые моменты. Но по мере раскрытия здесь вылезает такая трава. И она здесь такая, знаете, зеленая, но немножко пожухшая. Такие пачули здесь есть небольшие. И такие, знаете, очень особенные травяные ноты. Травяные ноты здесь в такой вот туманности. Такой вот кремовой. Как будто, знаете, есть такая вот масляная пастель. Вы такие рисуйте, а потом вот именно смазывайте. Как импрессионистская такая вот история здесь. То есть, тут зеленая трава с пачулями. Которая очень сильно смазана вот этим вот кремом. Очень интересный аромат. Действительно, звучание здесь нишевое. Прям нишевое-примишевое. Вот. И здесь интересно именно сочетание вот этих каких-то даже текстур. Вот такой вот кремовый и травяной. Вот трава-трава. Вот в базе здесь, знаете, смолистая нота. Елочки я здесь слышу, такие еловые. Но они также все такие размытые. Очень складно звучащий аромат. Очень сложная и интересная здесь композиция. Вся такая на полутонах. Такая вся она сложная. Вот. И траву здесь нужно еще постараться найти. Но она здесь есть. Есть однозначно. Но под такой вот кремовой шапкой. Знаете, интересный аромат. Вот. Раньше я не допетривал, что там трава есть. А вот этим летом я пшикнул, услышал эту траву по лесу. Ну, действительно, есть, представляете. Допетрил вот так вот. Потом очень классная освежалка, которую я сейчас ношу в сумочке частенько. Это Николай Вербена Ривьера. Ривьера Вербена. Вот такой вот Николашек. Очень симпатичный. Очень носибельный. На лето. Он прям, знаете, кислый. Травяной. Вербена здесь прям в нос. Ноты такой ядреной травы плюс озон. Аромат такой воздушно-пространственный. То есть тут прям, знаете, чуть ли не... Ну, вот озон. И он такой малясь-малясь солененький. Ривьера – это что-то такое морское, наверное, да? Как будто вот морской воздух вас сносит шквалом ветра и доносит до вас вот эти вот травяные подоплёки. То есть это трава. Аромат травы до вас доносится. Тут ещё есть лимон, лайм. Я здесь слышу. Очень прохладный, холодный, классный аромат. В ветреную погоду он звучит просто роскошно. Именно в ветреную. Суперстойкость, супершлейфовость. Вот столько я его уже выглохтал. Достаточно много для моей коллекции. Кстати, я скоро третий шкаф покупаю. Представляете? Потому что мне некуда ставить мои обновочки. И вы меня упросили на обзор на Нишан. Обзор на Нишан будет. Поэтому ждите. Летом я их хотел обозреть. И летом обозрю. Они уже едут. Роскошный аромат. У меня ещё. Это мне дарила подписчица. Три флакона Николаев. Представляете? Но остальные, они достаточно горячие. Я их буду зимой носить. А этот, я думаю, даже этим летом могу прикончить. И в конце лета пустые банки вам вывалю. Там, наверное, будет 30 флаконов. Роскошный. Думаю, я за это лето его релиз и сбрызгаю. Очень классный. Прям хочется его носить. А это важно. Если ароматы вы носите редко, то это плохо. А если ароматы носибельные, подходят на каждый день, это хорошо. И мой любимчик Violet Shot. Здесь тоже очень много потравы. Я вообще обожаю фиалку. Постоянно вам об этом говорю. Ну здесь и лист фиалки, и цветы фиалки. Боже, ну как я хорошо настроил баланс белого. Вот прям всё как надо отображать. Вот прям именно такой цвет у этой кожаной штучки. Именно такой вот цвет воды. Девочки, ну я в шоке. Как я хорошо настроил баланс белого. И именно такого цвета футболка. Ну я в шоке. Как так? Ну вот как так получилось? Действительно, вот сила спонтанного тыка мне сделала охуенный цвет. Всё, теперь нельзя трогать балансы белого. Пусть так всегда будет. Ну роскошный. Короче, в базе кожи. Наверху лист фиалки. Такой жирной, махровой, сочной. И цветы фиалки. И трава. И зелёная, густая, мшистая трава. С фиалками. И кожаной такой вот базой. Ну это офигенно. Аромат густющий. Не такой освежающий. Но на лето он тоже охеренно звучит. Он просто на вас таким грузом ответственности. Это ложится, эти брызги. Грузом ответственности фиалковой. И эта трава здесь такая грузная. Такая вот мшистая. Таким пластом массы на вас ложится. И вы становитесь такой мшистым холмом. Поняли? На котором растут вот эти фиалки. Боже, самая любимая фиалка. Вот знаете, я постоянно вам говорю. Вот раньше я думал, любимая фиалка это Violet Blonde. Вон там у меня сотка стоит. Нет. Теперь у меня любимая фиалка вот Iris Shot. А потом послушайте, как это всё булькает. Слышите? Слышите? И вот во флаконе это всё красиво булькает. Мне очень нравится. Трава здесь прям тёмно-зелёного цвета. Вот прям тёмно-зелёного цвета. Как знаете, зимой. Вот этот вот игольчатый лес сосновый. Он такой вот тёмно-зелёного, размытого, разбелённого. И вот такой же здесь аромат. Классный не могу. Просто и трава здесь балдёжная. И моя любимая фиалка здесь самая лучшая. Люблю, не могу, советую. Пробуйте, девочки. Пишите ваши травяные ароматы. Разные. Тёплые, холодные, освежающие, грузные. Обсудим. Подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Оформляйте подписку на Boosty. И всё будет охуенно. А с вами был я, Квасин. До новых встреч. Люблю, целую. Пока-пока.